Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет с вами в одном видео сразу же две рубрики. Так уж получилось. Для начала я вам покажу свои покупки для слаймов. Ко мне приехала недавно небольшая посылочка, но я не могу вам ее не показать. А вторая рубрика, это я буду показывать вам два дизайна с этими новыми добавками, которые ко мне приехали. Я надеюсь, что суть вам понятна. Если нет, то сейчас все поймете. И давайте скорее начинать, но не забудь подписаться на мой канал, если до сих пор не подписана. А также активировать колокольчик, который находится рядом. А теперь начинаем! Ну давайте сначала я вам покажу все-таки новинки. Сначала я вам покажу самые-самые крупные фима. Первый это клубнички. У меня подобные до этого были, точно такие же большие, только у них был немного другой оттенок самих клубничек и другой немного рисунок. Следующие это мои любимые розовенькие яблочки большие. Вот мне их честно не хватало, потому что мне в последнее время не очень нравится фима красного цвета. По типу, знаете, зеленые, ой, красные яблоки, красные вишни. И я больше предпочитаю розовые яблоки и розовые вишни использовать. Мне кажется, они выглядят гораздо красивее. Ну и вот, яблочек мне таких не хватало. Про это я так вообще молчу. По-моему, у меня даже не было зеленых таких же яблок, маленьких. Но вот они появились, они тоже очень красивые. С суперогромными фима это все. Я заказала просто те, которых мне не хватало. Тут их примерно 20-30 штук, я думаю. Я уже, честно говоря, не помню, что я тут заказывала. Ну вот. А дальше пойдут средние фима. Опять же таки вернемся к розовому цвету. Вот я тоже очень люблю розовые вишенки. Дальше розовые землянички. Кстати, да, и розовые землянички мне тоже нравятся больше, чем красные. Не знаю, честно говоря, почему. Эти рулетики моя любовь. Честно, не знаю, что это за блюдо. Просто может быть какой-то клубничный рулетик. Но мне он очень сильно нравится, и я долго себе не могла нигде найти такие же маленькие фима. Но я их все-таки нашла недавно, и вот еще и средние заказала. Очень-очень милые сердечки. Честно, вот в этих пакетиках даже не знаю, сколько штук. Наверное, 10-20, наверное. И вот это просто мой фаворит из всех вот этих вот маленьких и больших тоже. Просто посмотрите. Я думаю, что это все-таки не мороженое, а фруктовый лед больше. Но они очень красивые. Прям серьезно. Они очень красивые, очень яркие. Правда, немножечко летние, но в моих слаймах все равно. Круглый год будет лето. Поэтому да. Следующая новинка. Это вот такие очень-очень-очень красивые... Как они называются-то? Ну, посыпочки, да? Такие вот как бы пайеточки, но не совсем пайеточки. Короче, тут изображены зайчики, и они невероятно милые. У меня вот такой большой пакет. И еще я заметила, что вот при свете, как я сейчас снимаю, они такие больше голубо-розовые, а при дневном свете они прям белые такие. Вот, поэтому они еще какие-то хамелеон. И последняя новинка, которая мне сегодня пришла в посылочке, это то, чего мне не хватало, когда я снимала видосик в лайке, как будто бы я смешиваю со слаймом настоящую Рафаэлку. Я вам даже могу сейчас показать ее. Так вот, вы все знаете, что в Рафаэлках есть орешек, по-моему, это миндаль. И я заказала орешки, но только тут, правда, не миндаль, а арахис, если не ошибаюсь. Но они все равно похожи внешне. И я скоро запущу DIY слаймы Рафаэлка. Сейчас я вам покажу это видео с Рафаэлкой. Вот это видео, оно очень красивое, мне прям нравятся такие видочки снимать. Смотрите, действительно похоже на настоящие Рафаэлки. Так вот, а теперь я буду вот такие же шарики внутри с орешком, то есть это будет как шарник считаться. Вот в снэк слаймы, то есть в одном отделении. А короче, впрочем-то я вам сейчас и сделаю туториал. Что я вам тут долго объясняю? Это были все новинки, которые ко мне пришли, и давайте уже действовать. Что-нибудь сейчас придумаем. Думаю, сделаю либо один, либо два дизайна. Давайте начнем сначала с Рафаэлки. Оставляю на столе только орешки. Сейчас принесу глину. И белую крошку печенья, которая очень сильно похожа на кокосовую стружку. Я уже взяла баночку для снэк слайма, и давайте сначала разберемся с самими Рафаэлками. Итак, я отломала кусочек самой обычной глины для слаймов, который я использую. Желательно брать не монстрика, но софтклей. Есть другие глины. Можно вообще взять воздушный пластилин. Вот просто, если вы хотите повторить, это будет как сейчас туториал у нас такой. Распаковка плюс туториал. Это очень интересно. Такого я еще не делала. Итак, сейчас я катаю шарик из вот этой глины. Единственное, что мне нужно еще придумать, как я туда буду впихивать орешек. Такой весьма хороший вопрос. Я сейчас достала один орешек, и он очень реалистичный. Просто посмотрите на него. Плюс он даже на ощупь как-то похож на настоящий. Он какой-то непонятно. Он не пластиковый, то есть он какой-то резиново-пластиковый. Давайте попробуем вот так вот как-то воткнуть орешек. В общем, если вы будете покупать слайма Рафаэлка, то знайте, что шармик внутри Рафаэлки. Причем шармик очень необычный. Вот, да, вот так вот супер. Теперь сейчас закатаем эту дырочку, чтобы ее не было заметно. Так, супер. И внутри этой Рафаэлки у нас находится еще орешек. Супер. А дальше, в принципе, все очень просто. Я, наверное, вот сюда прям насыплю, чтобы просто было сейчас удобно перемешать, чтобы не было у меня отходов. Я назад просто потом засыплю. Потому что крошка печенья это такой. Она дорогая причем почему-то, крошка печенья именно. Смотрите, сейчас я вот так вот обваливаю этот шарик. Ну и смотрите, что происходит. Получается какой-то ежик, ну или же Рафаэлка. Нужно очень тщательно обкатать этот шарик тут. Можно даже гораздо больше крошки печенья засыпать, будет удобнее это все делать. Честно говоря, крошку печенья достаточно трудно закреплять на глине. Ну, по крайней мере, мне. Но, судя по комментариям, в лайке большинство пишет, ну, то, что я вообще думала, что это настоящие Рафаэлки. Ты сошла с ума, что мешаешь Рафаэлке со слаймом. Но они как бы это... Значит, все-таки у меня получилось это сделать реалистично. Я, честно говоря, не ожидала. Потому что я вот лично, когда сама делаю такие слаймы, я же знаю, что это как бы не слайм... Ой, не еда, а слайм. Поэтому мне все время кажется, что я сделала очень нереалистично. Но потом вы меня так подбадриваете, я думаю, о, ну ладно. Что-то у меня сегодня крошка печенья совсем не клеится. Ну что, ребят, посмотрите, у меня наконец-таки получилось воплотить эту Рафаэлку. Я кладу ее вот в этот отсек. И, честно говоря, пока что не знаю, что мне сделать со вторым отсеком. Ну, понятное дело, что тут должен лежать слайм. Но у меня задается другой вопрос. Какой слайм? Прозрачный, баттер, оригинал, эваланч, может быть горный какой-нибудь. Или вообще клауд. Ну, клауд тут будет ни к силу, ни к месту, потому что глина с клаудом будет не очень круто. Понятное дело, что тут, наверное, должен быть не белый слайм, а красный. Но, опять же-таки, вопрос, какая текстура. Наверное, я возьму клеер, потому что она выглядит, ну, красиво. И покрашу в красный цвет. Давайте сейчас это и сделаем. Я решила, что буду делать эваланч. Уже достала вот прозрачный слайм и сейчас принесу белую базу. Чтобы вы понимали, я все это делаю сейчас на ходу, и я до этого не продумала вообще никак этот дизайн. Я просто знала, что Рафаэллу буду делать, и все. А какой слайм, не знала. Поэтому я буду еще, наверное, дорабатывать этот дизайн, если он получится, ну, не совсем прям идеальным. Поэтому можете писать в комментах какие-нибудь свои варианты, как бы вы сделали этот дизайн. Вот с этой стороны Рафаэлка, а с этой стороны какой слайм. Ну, в данный момент я покрашу сейчас прозрачный слайм красным красителем. Причем я добавляю каплю красителя. Вы просто посмотрите, насколько же он ядреный. У-у-у, я чувствую, у кого-то сейчас будут красные руки. Уже красные руки, понятно. Специально сделаю такой ядер на красный цвет, чтобы был какой-то яркий хотя бы слайм. Кладу его в этот отсек назад. И сверху сейчас буду делать вот такие вот штучки. Ну, то есть это горный как бы. Но я решила не как обычное дело, а вот так вот пропихать, короче, чтобы были такие вот разводы очень красивые. Типа такого. И вот так вот, и вот так вот, и вот так вот, и вот так вот. И немножечко вот сюда вот сверху. Так, давайте закроем этот слайм крышечкой. Вот так вот это выглядит сейчас. И, конечно же, через, например, сутки оно будет выглядеть гораздо красивее, потому что это горный слайм, ему надо дать время. Но мне кажется, что задумка неплохая. И огромная просьба, как бы, слаймеры. Ну, если вы захотите повторить, ну, вы уж удосуждитесь хотя бы сказать, что это моя идея. Ну, ёлки-палки. Нельзя же быть такими наглыми. Всё, с первым слаймом мы закончили. Давайте сейчас посмотрим, какой ещё мы можем сделать дизайн со следующими слаймами. Сейчас вам их покажу. Ответили, что оцениваю в комментариях этот слайм от 1 до 10. Я хочу что-нибудь сделать с этими зайчиками. Сейчас что-нибудь придумаю. Чтобы вы понимали, да, дизайн я буду придумать прямо на ходу. Говорю уже, по-моему, второй или какой-то там раз. Приблизительно я уже подготовила ингредиенты. И я возьму клаудслайм, потому что, ну, на клаудслайме как бы никакие добавки не опадают. И мне удобнее всего делать именно на клаудслаймах. Вот вы всё время возмущаетесь, почему я лайкером сделала почти всем клаудслаймы. Ну, потому что, блин, там добавки не оседают, и они выглядят красиво. Не суть. Сейчас я буду окрашивать этот слайм, ну, наверное, в зелёный краситель. Добавила краситель и теперь перемешиваю. Итак, я закладываю этот слаймик в баночку. Почему зелёный? Ну, типа зелёная травка. Я гений. Дальше я сейчас посыплю вот этими вот блестюльками новенькими. Ну, какие они милые. Дальше я хотела добавить вот такие вот звёздочки. Ну, давай, я просто сейчас экспериментирую. Не факт, что у меня получится... Ну, я буду делать потом на продажу именно такие дизайны. Просто вот обычно нужно именно потренироваться, и потом что-то само в голову идёт. Такой думаешь, блин, вот такой дизайн крутой, а вот такой не очень. И дальше у меня, по сути, просто тут шармики. Вот это огромный фима морковка. А также, ну, шармик зайки. Ну, мне кажется, что выглядит достаточно неплохо за счёт именно шармиков. Если было без шармиков, то было бы, ну, не очень круто. И давайте закроем этот слаймик в баночку. Ой, крышечкой. Ну, и вот такой слаймик, собственно говоря, получился. В принципе, он мне нравится, дизайн неплохой. Вот я имею в виду, что именно морковку с зайчиком можно как раз-таки использовать. Насчёт самого цвета слайма и добавок я ещё подумаю. Вот, мне кажется, что как-то тут не всё идеально гармонирует, но, в принципе, получилось неплохо. Какой тебе из этих двух слаймов понравился больше всего? Пиши в комментах. Будет интересненько почитать. Я, наверное, отдаю свой голос всё-таки вот за этот слайм, потому что, ну, во-первых, я просто любитель Рафаэлла. Кто, тоже ставь лайк. И пиши красное сердечко в комментариях. Мне очень понравились новые добавки, которые ко мне приехали. И вскоре вы увидите ещё больше новых дизайнов. Кстати, вам нравится смотреть рубрики, где я делаю для вас дизайны слаймов? И если да, то напиши, какие виды ты хочешь видеть больше всего, то есть дизайны на какие текстуры. Клауд, оригинал, баттер, клир и так далее. Ну, а на этом данное видео подходит к концу, и я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забудьте его оценить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан. Также не забываю, что есть в других соцсетях лайки и инстаграм, а ссылочки на них всегда есть в описании. Я всех целую, обожаю, обнимаю. Знаете, что вы просто самые крутые подписчики в этом мире. И всем пока-пока!